Да, всем привет! Ролик получился скомканный Заду наперёд, спереда Но, честно говоря, я не собирался сегодня снимать Собирался приехать на пасеку поработать Укомплектовать новые улики Потому что жду отводки Пакеты, вернее, надо подготовиться На пасеке всегда много работы Сами знаете Тут заглянул в одну семейку И что я увидел, вы, наверное, всё это увидите в дальнейшем Единственное, что я хочу сказать Что против всех правил При похолодании Я вам стопудов скажу Что нужно делать подкормку Шипкую подкормку Не выгонит маткой пчёл В холод на лёд Как многие говорят Вот подкормку она свежий медок увидит Подумаю, что это взяток и потом начнёт гнать пчелу за водой И за всем остальным Да не дура она пчела, понимаете? И матка тоже не дура И я вам хочу сказать, что когда мы даём им медок Я обратил внимание Когда мы им даём мед Это питание, сильнее питание Стимулирует увеличение отложений яичек И со мной сейчас могут все спорить Или не спорить Это стимулирующая подкормка Почему-то матка именно на стимуляцию Жидкую подкормку Воспринимает, что это взяток идёт природный Хотя мёд есть в семье На боковых рамках открыт и всё Так она не реагировала Или время пришло, не знаю Вы посмотрите этот ролик А потом в конце мы пообсуждаем И скажем, прав я или не прав в этом Потому что у многих опыт Работы с пчёлами намного больше, чем у меня Ещё что я хочу сказать Что я хочу сказать, да Этот год уравнивает и начинающих пчеловодов И пчеловодов с опытом в том, что он неординарный Нестандартный по своей погоде По зиме, по весне, понимаете И здесь надо принимать такие же нестандартные ходы Решения Конечно, можно сидеть, ждать Я смотрю расширение семей В прошлом году было там 20 апреля, 23 апреля Давайте до 23 апреля подождём А там посмотрите, что будет у вас потом делаться Поэтому нужно работать Смотреть, думать Ну всё, смотрим ролик Добрый день, дорогие друзья Не собирался сегодня снимать ролик Но все задаются вопросом А когда же приступать к расширению? Прошли похолодания Сегодня вот у нас такой первый денёк после этого похолодания И начал я смотреть Вот Посмотрел свой отводок с августа месяца И что я увидел интересное Вот это у меня заставная А вот это у меня медовая рамка И вот я поднял медовую рамку Хотел немножко её почистить И что я увидел здесь Ребят Я увидел заставной расплод То есть матка Сеять Она готова сеять везде и всюду Поэтому ей нужно Так как они медов здесь выбрали Ей здесь нужна подкормка Потому что видите Перед похолоданием Я положил им Грамм 300-400 Сиропчика С метком 50 на 50 И вот такая картина Поэтому я конечно Сюда у меня суш Стоит Вот видите 28 числа я её ставил Она там уже засеяна Обчищена Обработана Вот И поэтому я поставлю Вернее Я ставил Суш Правильно А теперь я поставлю Вощину Ветрено сегодня Но Хотелось показать Что пошел Уже у нас Одуванчик Пошел одуванчик Ох и ветер И пошли сады А раз пошли Сейчас пойдут сады Значит самое время Расширяться Вот сам для себя Делаю Такие выводы Природу не обманешь Если Раньше времени Начинает Всё Свести То значит и пчел Развивается Быстрее Положено Вот черёмуха у нас Начинает Смотрите Вот такая вот Она уже Да Вот конечно Ещё до цвета рано Вот Но всё равно Всё равно Все семьи Конечно Вы знаете Разные по силе Вот Поэтому Я определяю Что Вот допустим Сюда я поставил Суш Вот сюда Вот Ну А семья Вот у меня Так Заставная Полная Улочка Полная 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 Улочка Здесь Обе улочки Полные И на рамке Которые я выставлял Под То чтобы Медок Забрали Медок Выбирают А в середине Пяточковой Уже есть Расплод Значит Нужно Я так думаю Что надо Надо место Эту семейку Я тоже Расширил Ну Получилось Что у меня Некоторые семьи 4-5 семей Я расширил На полное Гнездо Пришлось Добавлять Суш И Вощину Поэтому Все Все Семейки Идут По-разному Поехали Дальше Ну Посмотрим Сейчас Еще Одну Семейку Вот Это Рой В прошлом Году Я поймал На что Поражает Позавчера Всем Семьям Раздал Сиропчик И вот Как видите Все семьи Даже Слобыши Выбрали Вот Ну Хоть я их Туда Загнал Но тут видно У меня Что Вот Заставная Здесь Стенка Здесь Здесь у меня Медок И расплод На всех Рамках И давайте Посмотрим С этой Стороны С этой Стороны Засастовной Мед Вот Между Заставной И рамкой Был Расплод И они Его Греют И сюда Надо На расплоде Вернее На заставной Море Пчелы Вот Надо Ставить Рамку И наверное Поставлю Суш Пускай Работают Рой Он и есть Он и в Африке Рой Это Десятирамочный У меня Додан Сейчас я Эту рамочку С медом Пододвину Сюда И у меня Еще останется Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять И у меня Еще Как раз Заставной Останется Одна рамка Для того Чтобы Сделать Еще Одно Расширение Вот Ну Завтра Я проверю Как Работают Они По Вощине Вот По идее Уже Я смотрел Что Между Заставной И Рамками Отстраивают Новые Соты Вот То есть Им не хватает Места Для Кладки Вот Впереди У нас Как Минимум Десять Дней Тепла И Начинает Цвести Сады Я думаю Что Я свою Работу Наверное Выполнил Правильно Единственное Что Сегодня Мешал Ветерок Вот Но Выводы Дело Все равно И Все равно Вот Ребят Хочу Показать Слабыша Своего Ну Вот Эта Рамка Вот Эта Рамка Была У меня Под Медом Мед Выбрали Почти Полностью И Подготовили Подготовили Под Засев Вот Если Так Посмотреть То Фактически Все То Что Я им Чистил Показывал Знаете Отработали Хорошо И Плюс Еще И Забрали Сироп Пчелы Прибавляется Матка Сроя Это Бывший Рой Семья По Непонятной Причине Мне Просела Сейчас Рамочку Поставлю Прикрою Зимой Я еще Говорил О Этой Семье Как Порядков Образцовый Но Знаете Закрывать Пока Не буду Просела Весной Ранней Ранней Весной Начал Осматривать И Очень мало Стало Пчелы Она Не в Подморе Или Старая Была Пчела Ушла И Не вернулась Не знаю Слетов Ничего Не было Ну Как правило Весной Слетов Я не слышал Что Бывает Но Тем Не 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 Так Но Сейчас Эта Семья Вот Я Смотрю Развивается Развивается Неплохо И думаю Что К акации Я все Таки Ее Раскочегарю Дай бог Чтоб Была Еще и Акация Ну Конечно Не могу Я не Показать Свою Семью Которую Я Первый Объединил Это Ой 4 марта После того Как у меня Зараились Ой За Трутневели Матки Первые Вот Я их Объединил Ну Если так Посмотреть То Расплода Было Достаточно Единственное Надо Посмотреть Вот Эту Крайню Рамочку Аккуратненько Не Чуть Чуть Они Сиропчика Эти Чуть Чуть Сиропчика Не Выбрали Но У них Там Большой Запас Запас По Меду Вот Сейчас Я посмотрю Крайню Рамочку Вот Эту Ох Тепло Внутри Ох Тепло Так Здесь Она Почищена А внутри Наверное Даже Есть Уже Расплодик Нет Рамка Почищена Сюда Пергу Складывают И Заполировали Не Полируют Да Полируют Под Это Под Засев Так что Семья Развивается Там Вот Тоже Хорошо Сидят Греют Там Даже И туда Не полез Это Стопудовый Расплод Здесь Я буду Расширять На Одну Рамочку Суши Да Это Просто Прекрасная Картина Пчела Вышла На Облет И Вот Не Можете Сейчас Зайти Сразу Это Молодая Пчела Значит Она Будет Работать Что Я хочу Сказать Ребят Закончил Я Не Расширял Я Три Три Семейки Некоторые Семь Если Честно Сказать Я Расширял Запасом Как бы С учетом Того На Будущее Чтобы Не Заглядывать Туда Завтра Послезавтра То есть Сделать Одну Работу И Завтра Заниматься Другой Вот Сейчас Смотрю Пчела Облетывается Не просто Перед летком А облетывается Уже И на Большом Расстоянии То есть Это Та пчела Которая Пойдет Уже За взятком Вот Которая 15 дней 14-15 дней Отсидела Поработала В Гнезде В улике У нас У нас У нас Хорошо Цветет Ива У нас Начинает Цвести Абрикос Начинает Завтра Послезавтра Начнут Потихоньку Сады Пошел Одуванчик Поэтому Я думаю Что Эту работу Которую Я сделал Сегодня Она Была Произведена Вовремя Вот Ну а Если Что-то Что-то Не так Ну Я жду Тогда От вас Комментарии Да Еще Ролик Буду делать Монтировать Под вечер Я что Хочу Посмотреть Я хочу Посмотреть Вот в этой Семье Второй Она у меня Самая Сильная Вот И я Хочу Посмотреть Что же Там С Вощиной Начали Хоть Немножко Ее Тянуть Если При Хороших Делах За Сутки Оттягивать То Ну Думаю Хотя Бы Покажут Они Нам Готовы Они Работать Или Нет Ну а Тут Прекрасное Прекрасное Зрелище И Четвертая Семейка Выходит С С Слобачок Тоже Погулять Пчелки Выходят Одновременно Не Уселял Я Четвертую Не Расширял Пока Пока Жду Пока Сами Справляется Ну Друзья Обещал Показать Суш Сейчас Конечно Они Сидят На ней И Даже Не Раздувается Ну Ну Видно Что Вот Начинают Они Ее Тянуть Не Так Быстро Допустим Как Через Вот Здесь Вот Здесь Получше Видно Да Начинают Поэтому Правильно Думаю Что Ой Суш Вощину Поэтому Думаю Что Вощину Буду Тянуть Сильные Семьи Тянуть Хорошо Ну Вот Что и требовалось Доказать Значит Где-то В районе 12 часов Дня Я Поставил Вощину На Семью Семью Номер Два Вот И Буквально За 4 часа Ну Я вижу Первый Первый Такую Побелочку Что Пчелка На Вощине Пчелка Работает Ее Тянет Вот Ну Как Будут Работать Дальше Как Будут Оттягивать Как Будет Происходить Увеличение Семьи Ну Наверное Дальше Смотреть Поэтому Всем Большое Спасибо Еще раз Потому Что Сегодня Так Спонтанно Это Все Записалось Извините Меня Семьи Семьи Семьи